Всем привет! С вами Алексей Чернышов. Вы смотрите канал Сын Отеца Игрушки. А сегодня речь пойдет о модельке с весьма богатой историей. И это будет DMC DeLorean. Однако не все так просто. Помимо истории у этой машинки резиновые колеса, качественный покрас и имеются две заветных буквы на бочине TH. Правильно, мой наблюдательный зритель. Это же Super Treasure Hunt. Итак, для начала я предлагаю окунуться в историю. Приобретая всякую модель Hot Wheels, следует отдавать себе отчет в том, что за ней, скорее всего, стоит целый пласт истории. Превосходный пример этому DMC DeLorean, который сегодня любой из вас сможет раздобыть без особых усилий. Но давайте обо всем по порядку. В конце 70-х Боб Россос, менеджер по продвижению мужицких игрушек, вместе с бессменным лидером дизайнеров Hot Wheels Ларри Вудом, загорелись идеей создания модели на основе еще не выпущенного на тот момент DMC 12. Создание модели было в приоритете не только за счет эстетической составляющей. DeLorean на тот момент приковал к себе внимание целой горы СМИ. Еще на стадии проектирования автомобиля, Мотел послала в DMC юриста. Джоэл Рубенштейн получил в устном порядке разрешение на производство модели. Потребовалось немного времени. Получив согласие, Ларри тут же создал проект на базе имеющихся фотографий концепта. По причинам доселе неизвестным, прямо перед запуском модели в линейку, DMC внезапно запретили Мотел выпускать копию своего детища. Даже несмотря на уже имеющиеся на тот момент договоренности. Тем не менее, затраты на создание как дизайна, так и производственных мощностей компенсировать никто не собирался. Выход из ситуации нашел инициатор производства DeLorean в масштабе 1 к 64, Боб Россос. Его предложение состояло в том, чтобы незначительно видоизменить уже готовое литье. Идея сработала, модель вышла, а вопросы от DMC отпали. Получившаяся модель вышла под именем Туризма в 81 году, в аккурат к выходу оригинального автомобиля. Сравнив Туризма с прототипом модели, уцелевшим после запрета на DeLorean, можно подметить всего пару отличий. Заглушка вместо передней решетки, другие стопы и отсутствие окошек позади водительской двери. Цветовая схема была избрана нарочито неродная. Вместо чистой нержавейки Туризма окрасили в красный, снабдив разнообразными декалями. Именно эту вариацию когда-нибудь истории скопировали на уже лицензионный DeLorean 15-го года в двух вариациях. Обыкновенный Mainline и Treasure Hunt на резиновых колесах с прочими приблудами. Именно это действие с отсылками к 80-м еще раз доказывает ламповость и атмосферность Hot Wheels. История уже официального DeLorean в рядах Hot Wheels берет начало не в 2010-м, вместе с выходом онного в New Models. Гораздо ранее, еще в начале 2000-х, имел место быть прецедент с японским рынком. В период с 2001 по 2004 Мотел сотрудничали с фирмой Bandai. За 5 лет ими было выпущено несколько десятков моделей в масштабе 1 к 64. Сугубо для японского потребителя. Иероглифы на блистерах, особый подход к выбору моделей из популярных в Японии. Кинолент, среди прочего привычного там трэша, фигурировали в ассортименте и понятные нам вещи. KITT, Taxi и, как вы уже догадались, Back to the Future. В 2001 году выпустили сразу всю пачку DeLorean. Первую, вторую и третью. Стоит отметить, исполнение всех трех было на высоком уровне. Лицензия Universal Pictures повлекла за собой поразительное соответствие модели к оригиналу из фильма. Даже колеса скопировали точь-в-точь, не используя штампы Hot Wheels. Подобное качество повлекло за собой высокую цену. На данный момент стоимость Чарвиллского DeLorean на eBay варьируется от 40 до 100 долларов. 20 лет и целых три этапа жизни потребовалось DMC-12 DeLorean, чтобы обрести свой исходный вид в рядах Hot Wheels. Усилиями дизайнера по имени Мэнсон Чуинг, DeLorean вышел в исходном виде, каноничном сером металлике, обутом в подходящие катки 10SP. Более того, DMC наделили открывающимися элементами подвижной крышкой моторного отсека. И не удивляйтесь, что крышка позади, DeLorean V6 расположен именно там. Еще одна модель была создана на платформе DMC-12 2010 года в качестве Hot Wheels Collector Exclusive. Тот же дизайнер предложил версию с открывающимися крыльями чайки. Что интересно, ее, как и оригинальный автомобиль, не потрудились окрасить в серый. Правда, вместо нержавейки модель просто была отлита из замок и отполирована до состояния зеркала в комплектации с колесами RL и тиражом в 4000 экземпляров. Вышло крайне здорово. И на данный момент это дорогущее чудище является последней моделью, не вариацией, базового DMC-12 от Hot Wheels. Но лицензию киностудии на машину времени уже купили, значит и производить модели надо. В 2011 году в Аккурат Комик-Кон в серию запустили BDTF Time Machine из первого фильма. В один год вышла спецверсия для выставки и бич-версия для Мэнлайна. Более того, ее же удосужились продублировать в 18-м, 43-м и даже 50-м масштабе. На сегодняшний день тема DeLorean вновь актуальна. Помимо выпуска вариаций рядовых DMC-12 с отсылкой на туризм, в простой и Treasure Hunt версии объявились целых две новых модели по теме Back to the Future. DeLorean из третьей части пакуется в качестве Retro Entertainment, а Time Machine Hover Mode уже доступен простому люду и сейчас лежит на ваших прилавках. По итогу, если верить сайтам Hot Wheels Wiki и South Texas Diecast, сочетав все вариации всех моделей, основа которых лежит в DMC-12 DeLorean, мы получим цифру 36. Теперь же, когда мы познакомились с историей этой машинки, думаю, мало кто из вас скажет, что эта модель не заслуживает внимания. И сейчас я говорю не про Super Treasure Hunt. После того, как я окунулся в историю DMC DeLorean, я понял, что, пожалуй, любая из моделей может обладать подобной хронологией. А это значит, что если вы имеете у себя в коллекции подобный экземпляр, это уже очень здорово. И все же я не могу этого не сказать. Мне ближе модель прошлого года, которая окрашена в серый цвет. Также мне не совсем понятно, зачем у последней модели убрали открывающийся элемент, подвижную крышку моторного отсека. Не то, чтобы это сильно портило впечатление, просто зачем это нужно было делать. Впрочем, этой же подвижной детали лишили и Super Treasure Hunt, который выглядит просто бесподобно. Стоит отметить, что это мой первый Super Treasure Hunt, и я могу быть не совсем объективным во время оценивания модели. Однако, лично мне кажется, бордовый металлик определенно украшает модель. Впрочем, как и колеса на резине. Еще одним отличием Super Treasure Hunt от нынешней модели, мейнлайновской, отличает то, что у нее чуть больше декалей. В частности, имеются белые и желтые полоски на крыше и капоте. В остальном, модель Treasure Hunt не отличается от мейнлайна. Тот же передок, такая же задняя часть. Еще у них одна история на двоих, которая делает эти модели желанными. Конечно, все мы хотим найти свой Super Treasure Hunt, но не стоит забывать и про обычные модели с историей, коих у Hot Wheels немало. Ну а я думаю, что уже пора заканчивать. Надеюсь, подобный формат обзора вам понравился, и вы наградите его огромным количеством лайков. Я же хочу поблагодарить редакторский коллектив группы Hot Wheels Exclusive Car Shop за весьма интересную информационную базу. Ссылку на группу вы сможете найти в описании под видео. Вам же, друзья, я говорю огромное спасибо за просмотр. Не забудьте оценить наш симбиоз по достоинству, нажав кнопку, которую все мы называем лайком. Подписаться на мои каналы. Кстати, на лайв-канале я рассказал совсем недавно, как правильно вскрывать блистер и Hot Wheels. Так что обязательно загляните и туда. Ну и про комментарии не забывайте. Всегда интересно почитать ваше мнение. Еще раз спасибо за внимание. С вами был Алексей Чернышов. Всего вам доброго. Пока-пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok